Весной прошлого года на моем канале вышел ролик о нелегкой судьбе памятника советской армии в Софии, который на фоне разгоревшегося военного конфликта на Украине снова стал яблоком раздора в болгарском обществе, объектом актов вандализма и фигурантом инициативы о его сносе. И вот противники этого памятника одержали одну победу. В начале марта 2023 года Комитет по культуре и образованию муниципального совета Софии принял единогласное решение о демонтаже памятника. И пока на момент производства этого ролика монумент все еще не снесли, давайте в этом ролике рассмотрим все аргументы сторонников его сноса, попытаемся их проанализировать и сделать какие-то промежуточные выводы. И, кстати, привет! Харьковский болгарин с вами! Ищите простой и доступный способ для перевода денежных средств из Европы вашим близким в Россию или Украину? Все, что вам нужно для этого, это скачать приложение Profi или зайти на сайт profi.com по ссылке в описании. И всего за несколько кликов вы сможете перевести деньги в Россию, Украину и Казахстан абсолютно без комиссии. Итак, муниципальный советник Марта Георгиева представила комитету следующие аргументы для сноса памятника. В рамках инициативы по его демонтажу она пояснила, что было установлено, что это не памятник и он не находится под защитой международных договоров. Более того, он опасен. Да что ты, черт побери, такое несешь? Что памятник был построен в пропагандистских целях и что теперь причиной названа война, вызванная Россией на Украине. Георгиева указала, что запрос на удаление датируется 1993 годом, но он не был принят муниципальным советом Софии, поскольку памятник является государственной собственности. Това решение е много дълго чакано. Само нашия доклад на демократична България отлежаваше от началото на мандата, точно преди три години беше внесен с това предложение именно за преместване на моча. Можем да се поздравим с една голяма крачка по пътя, но тя не е най-последната. Обратите внимание, как данная особа, да и подобные ненавистники памятника уничижительно называют его моча, монументно-оккупационно-точервяна армия. И как искренне радуются своим проделкам, как маленькие дети, сделавшие пакость из-под тишка. Стоит заметить, что в болгарском языке слово, с которым у вас возникли ассоциации, называется по-другому, да и ударение они ставят на первый слог. Ну и последняя, немаловажная по мнению собравшегося комитета на заседании муниципального совета причина, это понятие оккупации. Комитет по культуре и образованию муниципального совета привел довольно манипулятивные факты об якобы имевшей место оккупации Болгарии войсками Красной Армии. Рассмотрим их по порядку. Для того, чтобы существовала военная оккупация, необходимо, чтобы государства действительно находились в состоянии войны. И неважно, объявлена ли эта война после соблюдения необходимых формальностей или без них. По мнению комитета, факты таковы. Во-первых, Советский Союз объявил войну Болгарии 5 сентября 1944 года. Во-вторых, его Красная Армия не воевала на болгарской территории, поскольку воевать было не с кем. Гитлеровская армия уже отошла. В-третьих, поскольку Красная Армия не выпустила ни одного снаряда по своему врагу в стране, ни один из ее солдат не погиб в бою. В-четвертых, около 150 солдат нашли свою смерть в стране в результате бытовых несчастных случаев, или были расстреляны своими же командирами в наказание за преступления против местного населения. В-пятых, она обосновывалась на территории страны более чем на три года, поддерживаемая местным населением, которая уже испытывала огромную нехватку продовольствия после окончания Второй мировой войны. Из сказанного делается вывод, что пребывание Красной Армии в нашей стране имело все признаки оккупации. И на основании этих весьма манипулятивных и надуманных аргументов, муниципальный совет Софии принимает решение о демонтаже памятника 41 голосом за муниципальных советников Герб СДС, Демократической Болгарии, Патриотов за Софию и Независимых. 13 же проголосовали против и один воздержался. Основным препятствием для демонтажа памятника является право собственности на участок, на котором он установлен. Земля является муниципальной, а сам памятник государственной собственностью. Именно поэтому памятник до сих пор стоит. Однако существует возможность, что государство передаст памятник муниципалитету в угоду сложившейся конъюнктуре, после чего он будет демонтирован и перенесен в музей социалистического искусства. До тех пор памятник будет огорожен и находиться под охраной. А теперь рассмотрим эти аргументы подробнее и посмотрим, насколько они веские. Первый аргумент, что это не памятник. Интересно, а что же тогда? Согласно болгарской же Википедии, на которую ссылались авторы этих аргументов. Памятник советской армии является монументальной композицией, то есть монументом. А монумент это большой памятник. Предполагается, что памятник позволяет нам увидеть прошлое таким образом, который помогает нам представить, что произойдет в будущем. Первый аргумент получается пустым пшиком. Давайте дальше. Памятник не находится под защитой международных договоров. Окей, я должен. Это болгарский памятник, установленный болгарами в Болгарии. Вся его законность регулируется болгарскими же законами. Следовательно, апеллировать необходимо к болгарскому законодательству. И памятник не нарушает никакие законы и нормы. Мало того, он является государственной собственностью, что его, наоборот, дополнительно защищает от сноса и что не дает покоя противникам памятника. Вот и второй аргумент опять мимо. Едем дальше. Памятник опасен. Что? Чем он опасен? Он состоит из вредных материалов, фонит радиацией? Он в аварийном состоянии и может стать угрозой здоровью гуляющим мимо горожанам? Скорее наоборот. Этот памятник стоит себе мирно и никого не трогает, тогда как к нему периодически приходят толпы диких обезьян, стремление его осквернить, что-то написать и нарисовать нелицеприятное и тем более что-то сломать. Но кто-то возразит, что памятник опасен идеологией, посылом, который он несет, ведь он установлен якобы в пропагандистских целях. Мы разберем и это. Выше я упомянул, что памятники ставятся для того, чтобы позволить нам увидеть прошлое и таким образом представить, что может произойти в будущем. Или наоборот предостеречь от того, что стоит не допускать в будущем. Это памятник армии, которая сокрушила такую ужасную вещь, как фашизм. Если мы будем стирать эту память из истории, то мы забудем, насколько фашизм ужасен и опасен. И вот именно это и происходит, именно это и является целью. Об этом я говорю подробнее в двух отдельных роликах, в которых простыми словами объясняю, что такое фашизм, нацизм, национализм и подобные им ужасные идеологии и реакции. Чем они опасны и как они снова поднимают голову в наших странах, в том числе и в Болгарии. Ссылки на них вы найдете в описании к ролику. Вот и получается, что этот памятник действительно опасен, соглашусь. Но опасен кому? Не народу, а тем, кто у власти. Тем, кто стремится любой ценой стереть память об опасности фашизма, который все больше и чаще оправдывается в последние годы. Все чаще и больше встречаются обеляющие его мнения, а факельные шествия в честь пособников фашизма и нацизма постепенно становятся нормой. Вот и третий аргумент получается банальной манипуляцией и подменой понятий. Далее мой любимый аргумент. Это то, что теперь причиной для демонтажа называется и война, вызванная Россией на Украине. Логично. Не правда ли? Нет. Вот это максимально манипулятивный аргумент. Все потому, что нынешняя Россия называет себя правопремницей СССР в международном праве. Но, во-первых, СССР состоял из 15 республик, и каждая из них имеет полное право называть и считать себя правопремницей СССР. Во-вторых, Украина одна из них. То есть такая же правопремница СССР. Красная армия не состояла из одних лишь русских, а из выходцев всего СССР. Всех 15 республик, в том числе и Украины. То есть это памятник и Украине в том числе, если исходить из логики правопремника. Но тут мы видим типичные и банальные двойные стандарты. Классическое это другое. Более того, если исходить дальше из логики правопремственности, то нынешняя Россия также является правопремником Царской России, той самой Российской империи, которая 145 лет тому назад освободила Болгарию от Османского Ига. А это значит, что необходимо всенепременно снести все памятники и Царской России полководцам и императору Александру II, чтобы быть максимально логичным и последовательным в стремлении наказать Россию за то, что развязала войну в Украине. Но, как мы видим, это снова другое. Если обратиться к логике, то скажите мне, каким образом советская армия относится к войне на Украине? Разве на Украину напала советская армия? Советский Союз не называл себя правопремником Царской России. Ровно поэтому и нынешняя Россия никак не может быть правопремницей СССР. Хотите наказать Россию за развязывание войны в Украине? Сносите сугубо российские памятники, относящиеся к царскому периоду России, а также к самому современному периоду истории, к Российской Федерации. А памятник советской армии, которая освободила Европу от фашизма, не смейте трогать. Ну и еще один аргумент, довольно сложный и спорный, но все равно неубедительный, приводят сторонники демонтажа памятника. Это оккупация Болгарии Красной Армии. Любители Википедии привели кучу аргументов, что СССР 5 сентября 1944 года объявил войну Болгарии, что немецкие войска покинули Болгарию, что имели место быть случаи бытового бандитизма и так далее. Но манипулятивно не привели еще один аргумент, очень важный для определения оккупации. Это установление на оккупированных территориях временной военной администрации, полное подчинение территорий оккупационным войскам и разоружение болгарской армии. А как известно, РККА не вмешивалась вообще в дела местных властей и не устанавливала свою временную военную администрацию. Простым языком, не подчиняла себе болгарские территории. Более того, муниципалитеты на местах и части болгарской армии и полиции сами предлагали сотрудничество Красной Армии для совместного соблюдения правопорядка и пресечения того самого бандитизма на время расположения советских войск. Что касается объявления войны, то в ночь с 8 на 9 сентября в Софии произошел переворот. Было образовано правительство Отечественного фронта во главе с Кимоном Георгиевым. Ставка Верховного Главнокомандования СССР отменила состояние войны в Болгарии. А я напомню, что это произошло считанные часы после того, как Красная Армия вступила в Болгарию, которую встречали цветами. Правительство Кимона Георгиева, позволившее Красной Армии располагаться на территории Болгарии законно, было приемлемо не только для СССР, но и для Запада. Сам Кимон Георгиев рассматривался как компромиссная фигура. Следовательно, это правительство было фактически легитимным, а нахождение Красной Армии на территории Болгарии потеряло все признаки оккупации. Давайте для закрепления. Красная Армия находилась на территории Болгарии в состоянии войны всего считанные часы. Болгарскую Армию не разоружала, свою временную военную администрацию не устанавливала. Болгарское правительство позволило легально находиться Красной Армии на территории страны. А само правительство подтвердило свою легитимность на выборах 18 ноября 1945 года, которые были признаны состоявшимися и легитимными в том числе Англии и США. Любители Википедии, но не любители памятника Советской Армии, сами признают, что РККА поддерживалась местным населением. Более того, была им встречена с цветами, а оккупантов цветами не встречают. Поэтому Советская Армия не оккупировала Болгарию. Ага. Вот что такое оккупация для сравнения. То, что делает нынешняя российская армия на территории Украины. Это полномасштабное военное вторжение, кровопролитные боевые действия, разрушение инфраструктуры, жилых домов. Украинцы не встречали российских солдат с цветами. Украинские войска были не только разоружены и захвачены в плен, но и часто просто уничтожались без суда и следствия. На захваченных украинских территориях сначала была установлена временная военная администрация, которая затем была трансформирована в администрацию новых российских регионов. А это уже не только оккупация, но и аннексия территорий. Это действительно является актом военной агрессии и не признается никакими странами. Все это сопровождается большим количеством жертв, в том числе и среди мирного населения, а также фиксируются случаи военных преступлений. И всего этого не было в Болгарии в 44-м году. Поэтому еще раз для особо одаренных комментаторов поясняю, что советская армия не оккупировала Болгарию. Ведь я знаю, что вы все равно напишите в комментариях о том, что Красная армия оккупант. Нет, не оккупант. Российская армия в Украине оккупант. Российская армия не является Красной армией, а Красная армия не является и не являлась Российской, а Советской, то есть армией всех республик и народов бывшего Советского Союза. Именно эту, очень большую и существенную разницу, пытаются стереть те, кто хочет снести памятник советской армии в Софии и в других городах не только Болгарии, но и стран Восточной Европы, путем манипуляций, подмены понятий, двойных стандартов и откровенной лжи. Для того, чтобы стереть память о том, что на планете Земля некогда существовала несокрушимая сила, которая остановила фашизм и была способна его уничтожить. Сила, построившая общество по-настоящему народной демократии и свободы, общество без бедности и нужды. Сила, представляющая смертельную опасность для этой маленькой кучки власть придержащих бандитов, олигархов и прислуживающих им политиков, а именно представителей крупного финансового капитала, эксплуататоров-капиталистов, того самого 1% населения планеты, в чьих руках сосредоточены более 90% всех богатств и ресурсов планеты. Чтобы и дальше иметь возможность копить эти богатства и власть только для себя, обрекая нас на нищету и стравливая друг с другом в войнах, чтобы мы умирали за их очередные яхты. Сила, которая, будучи у власти в Болгарии, сама решила и распорядилась соорудить памятник советской армии, как знак признания Красной Армии за освобождение Европы от фашизма. Сила, которую оклеветали и назвали марионеткой Кремля, настоящие марионетки, теперь уже западного транснационального капитала. Достаточно хотя бы сравнить численность, мощь и боеспособность болгарской армии тогда, в Народной Республике Болгария, с тем обрубком и жалким подобием армии в нынешней, уже отобранной у народа, просто Республикой Болгария, чтобы понять, кто на самом деле является марионеткой. Более подробно о состоянии болгарской армии, а также о моей службе в ней, я говорю в отдельном ролике, который вы все так же можете найти и посмотреть по ссылке в описании, или перейти к нему по всплывашке вверху экрана. Сила, о которой я говорю, именуется коммунизмом. Опасное марксистское говно Да, тот самый коммунизм, который был многократно оклеветан и в идеалы которого верил болгарский поэт и революционер Христо Ботов, памятник которому сами же болгары не удосужились построить такой величины, чтобы был больше памятника советской армии, из-за чего теперь ноют и страдают. Да, весь амист и виновник в тувачин и пуставик ты в страна-то си. Пуне один наистину кулям красив и величествен памятник на Христо Ботов или Василевский. Амира вете сега, за огромный монумент на советская армия. Виеса мистику проставили. Никуя век Карл на сила. Пока я писал этот сценарий, небольшой его отрывок я опубликовал в своем телеграм-канале, где я каждый день публикую разные новости, мысли и заметки обо всем, чем я интересуюсь, а также новостями и эксклюзивом о выходящем на моем ютуб-канале. И один из вас, моих подписчиков, написал замечательный комментарий, который мне захотелось добавить в ролик. Поэтому позволю себе его процитировать, слегка перефразировав. Коммунизм – это то самое ругательное слово, наряду с социализмом, которое корежит всех этих шавок, находящихся на подсосе у крупного капитала. Любые упоминания о социализме и о том, что вся земля, недра и средства производства находились в руках трудящихся и служили им, а не кучки богатеев, опасны. И все, что с идеями коммунизма связано, они режут и уничтожают на корни. И удивляться тому, что их риторика такая же, как у Гитлера по отношению ко всему, что связано с идеей классовой борьбы, не стоит. Они на одной стороне с классовым врагом и выкормившим капитала Гитлером, который проиграл первому в мире государству рабочих и крестьян. И надо постоянно напоминать о том, что Великая Отечественная война 1941-1945 годов была войной классовой. С одной стороны выкормивший холуй мирового капитала, а с другой первое в мире государство рабочих и крестьян. Постоянно напоминать о том, что в этой войне трудовой народ защищал свое государство, а не жирные зады буржуев-миллиардеров, как это происходит сейчас в войне России против Украины. Ну и в завершение снова хочу высказать свою позицию по отношению к этому памятнику, которую я уже говорил в первом ролике про этот памятник. Да, в действительности советская рабочекрестьянская Красная Армия не освобождала Болгарию и не проливала за нее кровь. Следовательно, памятники ей были установлены в какой-то мере зря. Однако Красная Армия освободила всю Европу от фашизма, и в знак признательности установка ей памятников имеет свою логику. В 50-х годах прошлого века болгарская власть, будучи народной и помня о подвиге Красной Армии, понимая классовый характер борьбы советского народа с фашизмом, вполне логично решила увековечить этот подвиг и установить этот памятник. Нынешняя же власть Болгарии, не являющаяся народной, а исполняющая волю крупного финансового капитала, со своей стороны, вполне в логике и риторике того самого Гитлера, делает все для того, чтобы не допустить возвращения народа к власти. Но этими своими действиями они на самом деле только приближают свой конец. Пусть сносят памятники, усыпляют свою бдительность и тешат себя безнаказанностью. Народ этого не забудет. Народный гнев будет копиться, пока в один прекрасный момент не выплеснется и не сметет эту антинародную, преступную и все более фашистскую власть, раз и навсегда, которая руководит на данный момент нашими странами. Как уже было сказано ранее, памятники являются частью истории, а также предостерегают от того, что стоит не допускать в будущем. В данном случае не допустить фашизму снова расправить плечи, как он это уже делает все более уверенно. Если памятник поставили, то его не стоит убирать, перемещать или переделывать. Если памятник сносят или переделывают, значит переделывают и подгоняют историю под себя, стыдливо убирая неудобную им правду. А чтобы подтвердить действительно факт демократии и воли изъявления народа, о которых любят говорить нынешние власть, придержащие, яростно стучаясь копытом в грудь, следует обратиться к общественности и судьбу такого спорного памятника, как памятник советской армии Софии, решить с помощью референдума для жителей столицы, с двумя вариантами ответа, оставить памятник или переместить его в другое место. А то получается, что ультрадемократическая новая власть так и не спросила мнения народа о вхождении страны как в Евросоюз, так и в НАТО, и референдумов об этом не было проведено. Что же так? Может быть потому, что результаты этих референдумов были очевидны и не устраивали эту власть? Может быть потому, что эта власть в действительности не исполняет волю народа, а так и служит западному транснациональному капиталу? Как долго мы будем продолжать жить в таком гадком мире, полном противоречий, лжи, ненависти и войн? Очередную вашу порцию ненависти ко мне, как всегда, жду в комментариях. До скорого! Продолжение следует...